Всем привет! Сегодня хотел бы рассказать о фене для волос от компании Irma. Это модель DEM CF-30W. Модель привлекает тем, что у нее есть некоторое количество регулировок, также выбор температуры, ну, собственно, и включение подачи ионизации. Это полезно для волос, их не пересушивают, ну и щадящие отношения. Поставляется в картонной коробке, обычный цвет для этой фирмы, это бело-желтые цвета. Сам фен у нас располагается в пластиковом ложе, так что он не пострадает во время доставки. Ну и плюс дополнительная коробка еще есть транспортировочная для этого фена. В комплект у нас входит две насадки, они сделаны из аналогичного материала, что и сам фен. Это довольно крепкий пластик, но также есть инструкция чисто на русском языке. Здесь можно ознакомиться, как устанавливать, ну и регулировка различных режимов работы. Также здесь устранение неисправностей. Так, у нас, значит, в комплект входит, как мы видим, первая диффузионная насадка и гладкая насадка. Здесь же указаны варианты настройки. Так, сам фен у нас из белого пластика, шнур порядка полутора метров, выглядит он как молот Тора. В нижней части резиновый кемплик. Провод довольно мягкий, сечение 0,75. При мощности заявленной до 1600 Вт этого вполне достаточно. Так, что у нас здесь есть? Под управление отведено две кнопки и один переключатель. Включение-выключение. После включения у нас загорится индикатор светодиодный. Выбор режимов работы. Здесь их четыре. Значит, у нас первый в форме небольшого снежинки. Это низкая скорость сушки и средняя температура воздуха. С тыльной стороны у нас появится температура отображения. Второй режим, уже показан в форме солнышка. Это высокая скорость сушки и высокая температура воздуха. Можно сказать, что уже средний режим. И третий режим, такое уже самое пекло. Это высокая скорость сушки и естественная температура воздуха. И четвертый режим у нас есть. Также это горячий и холодный циркулирующий воздух. С тыльной стороны у нас есть включение ионизации. После того, как мы его активируем, у нас здесь появится загорится светодиод. И на экранчике отобразится ион. LED-индикация, на которой показывается температура. Также нагрев, охлаждение. Ну и еще индикация включения ионизации. Здесь же на корпусе можно увидеть технические краткие характеристики. Это у нас питание 220 вольт. Номинальная мощность 1600-1800 ватт. И модель спереди и сзади у нас идет металлическая сетка. Так что не волнуемся, попасть и обжечься не получится. Насадки просто вставляются. У них есть такие вот небольшие ограничители, с помощью которых она удерживается в корпусе. Ну и можно вращать так, как будет удобно. То же самое и в этой насадке. Сама она не выпадает. А чтобы достать, нужно применить довольно хорошую силу. Так, ну что, давайте сейчас подключим. Примерно скажу, сколько будет потребления мощности. Ну и плюс это все будет в текстовом виде, в самом текстовом обзоре. Ссылочка будет чуть ниже, в описании. Давайте подключу и посмотрим. Так, ну что, при подключении у нас ничего не горит. В спящем режиме потребления нет. Включаем. Загорается первый светодиодный индикатор. Это самый низкий режим отображения температуры. Ну и плюс можно включить, выключить и ионизацию. При этом потребление у нас 530 ватт. Почти 50 градусов. Включили второй режим работы. Потребление 1500 ватт. Идет довольно высокая температура и высокая скорость нагрева подачи воздуха. Включаем третий режим. Примерно 50 градусов в год. Потребление 320 ватт. На третьем режиме. Последний, четвертый режим работает таким образом, что у нас постепенно меняются то горячий, то холодный воздух. Это вот видно на светодиодном индикаторе. Ну и при этом потребление примерно тоже 300-350 ватт. Такой вот интересный фен. Во время работы корпус не нагревается. Довольно быстро остужается. Максимально, что из него получилось, это примерно 65-70 градусов. Можно выжать. При близком довольно размещении датчика температуры. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok